Здравствуйте! Всех приветствуем на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. И сегодня я хочу с вами поговорить об обрезании. Поскольку эту тему уже начала в предыдущем видеоролике, то решила я вам действительно ее продолжить. Ну, мне бы хотелось рассмотреть эту тему с точки зрения всех трех конфессий и с точки зрения, собственно, самого вообще Ветхого Завета, насколько правильно восприятие этого вопроса у мусульман, христиан, иудеев. Ну и начну я с мусульман. Когда мусульманам задаешь вопрос, в чем состоит мудрость или суть обрезания, то они отвечают однозначно. Так надо. Я все-таки поискала информацию. И нашла, как объясняют имамы, вот эту вот мудрость обрезания. Нашла ее в книге «Вадх аль-Бари». И автор этой цитаты «Ибн Хажар аль-Аскаляни». Зачитываю вам текст. Поистине мудрость обрезания заключается не только в полноте и насыщенности ощущений, которые испытывают супруги во время интимной близости. Также оно препятствует скоплению остатков мочи в крайней плоти. После мочеиспускания это особенно актуально, когда очищаешься не водой и есть вероятность попадания мочи на одежду и тело. Вот так вот все как-то сведено очень сильно именно к плоти, к плотской жизни. И мне хочется сказать, что христиане как-то более возвышенно смотрят на эту ситуацию. Более широко как-то этот вопрос рассматривает именно апостол Павел, как ни странно. Остальные апостолы умалчивают об этой теме. И значит, зачитаю вам сначала сейчас «Деяния святых апостолов», глава 11 стих 2 и 3. Здесь говорится о том, что в принципе христиане, они даже не хотели общаться с необрезанными людьми. Необрезанные люди для них были в первую очередь это язычники и иудеи. Ну, язычники, понятно, что они люди пропащие, а вот иудеи, они, собственно, были обрезаны по плоти, но их христиане относили к язычникам. Я вам сейчас дальше зачитаю эту цитату, но сейчас зачитываю то, что сказала. «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его». Обрезанные – это значит христиане, говоря им «ты ходил к людям необрезанным и говорил с ними?». И он рассказал о видениях, когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на вас вначале. И вот он объясняет тем, что мне позволительно было с ними общаться, потому что на них сошел Дух Святой. Тогда они его вроде как простили за эти его деяния. Ну, о том, что язычниками считали людей, обрезанных плотью, и язычниками считали христиане, тех, кто поклоняется другим богам. Зачитываю послание к Ефесянам, глава 2, стих 11. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками. То есть, если ваше обрезание только совершаемое руками, то значит вы необрезанные, поскольку такой уровень обрезания не подходит для христиан. Ну, что касается обрезания у христиан, как об этом говорит апостол Павел. Так, сейчас читаю послание к Галатам, это будет глава 5, стих 6 и глава 6, стих 15. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Ибо во Христе Иисусе ничто не значит ни обрезания, ни необрезания, а новая тварь. То есть, разницы нет, обрезаетесь вы, не обрезаетесь. Главное, чтобы вы верили в Христа, и поскольку вы новая тварь, то вас не касается вот это вот обрезание. Но есть у него и цитаты совершенно другого характера, и они меня удивляют. Либо откорректированы действительно тексты апостола Павла, и внесены вот какие-то изменения, поскольку здесь я нашла противоречие о законе. Помните, я вам рассказывала о том, как апостол Павел отменил заповеди, отменил те законы, которые прописаны в Ветхом Завете. Вот здесь, говоря об обрезании, совершенно нашла противоположные вещи, и это меня удивило. Я зачитаю сейчас эти вам цитаты. Глава 2, стих 25, это послание к кремлинам, и глава 7, стих 19, послание к галатам. Извиняюсь. Я совершенно с ним согласна. И подобная цитата «Обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». То есть здесь уже немножко по-другому интерпретация, и ближе она как-то к тому, что во Христе Иисусе уже новая тварь, и разницы нет, в принципе, обрезание, не обрезание, лишь бы верил в Иисуса. Так, теперь читаем еще две цитаты. Есть послание к кремлинам, глава 2, стих 28 и 29. Здесь речь идет об иудеях. Ну, в первую очередь, это была единственная конфессия на тот момент до появления христианства. И поэтому, конечно, христиан в первую очередь, ну, наверное, раздражали иудеи. И зачитываю эту цитату «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Вот, в принципе, здесь апостол Павел говорит очень серьезную вещь о том, что обрезание должно быть не только по плоти, но и по духу. И почему он так говорит? Потому что действительно Ветхий Завет это подтверждает. И я сейчас вам зачитаю цитаты из Ветхого Завета, поскольку в Ветхом Завете как раз говорится о двух видах обрезания. С одной стороны обрезание по плоти, с другой стороны обрезание по духу. И если иудеи признают обрезание по плоти, то христиане обрезание по духу. И я хочу вам сказать, что обрезание должно быть и по плоти, и по духу. Поскольку обрезание по плоти, это было заветом между Богом, Творцом и Авраамом, и второй завет, обрезание по духу, был дан уже пророку Моисею. Я сейчас вам зачитаю все вот эти вот цитаты. Напомню вам тексты. Итак, я вам уже читала. Это Бытие, глава 17, стих 10, 11, 12, 14. Это та информация, которая говорит о Завете, который Бог дал Аврааму. Сей завет есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. То есть, обрезанная крайняя плоть, это знамение завета, так же, как радуга знамения завета между Ноем и Творцом. И здесь, в данном случае, обрезание крайней плоти, знамение завета между Творцом и человечеством. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь племенника, который не от твоего семени, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Поэтому, когда христиане именно ссылаются на духовное обрезание, то они, я считаю, что не правы. Есть такой завет, значит, нужно его исполнять. Ну, а теперь поговорим о духовном обрезании. Духовное обрезание появляется у нас в заповедях у Моисея. Это бытие. Так, второзаконие. Извиняюсь, глава 11, стих 16. И я зачитаю 17-й, 14-й. Ну, почему-то мне так понравилось. Итак, обрежьте ныне крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковынны. Жестоковынны – это значит жесткосердечны. Итак, обрежьте ныне крайнюю плоть сердца вашего. Мы сейчас разберемся, что же это за крайняя плоть сердца вашего. Ибо Господь ваш Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Вот у Господа твоего небо и небеса, небеса, земля и все, что на ней. И вот теперь, читая главу 30-ю, второзаконие, стих 6. И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любил ты Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. То есть здесь речь идет об обрезании на уровне сердца, но имеется в виду именно духовное обрезание. То есть человек должен быть духовно привязан к своему Творцу, к своему Богу. И не должно быть блудодейства ни в одну сторону, ни в другую сторону. Должно быть однозначно. У нас есть Бог-Творец, мы его любим и нет других богов, и мы должны это признать и не должны блудодействовать. Так, ну и хочется мне еще зачитать цитаты на эту тему у Иеремии. Это глава 3, стих 3-й, 4-й. Читаю дальше. Иеремия, глава 9, стих 25-й и 26-й. И на этом, в принципе, закончу видеоролик. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и дома и сыновей Омоновых, и Моавы, и всех стригущих волос на висках, обитающих в пустыне, ибо все народы необрезанные, А весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Ну, вот, собственно, все, что я хотела сказать на эту тему. Я думаю, что мы, наверное, как-то ее обсудим. Я жду ваших комментариев. Всего вам доброго. Удачи вам. И до следующих видеороликов.